Василий Шукшин Сапожки Ездили в город за запчастями И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки И потерял покой Захотелось купить такие жене Хоть один-то раз думал, надо сделать ей настоящий подарок Главное, красивый подарок Она таких сапожек во сне не носила Сергей долго любовался на сапожки Потом пощелкал ногтем по стеклоприлавка И спросил весело Это сколько ж такие пипеточки стоят? Какие пипеточки? Не поняла продавщица Да вот сапожки-то, пипеточки какие-то 65 рублей Сергей чеслух не сказал О, протянул Да, кусаются Продавщица презрительно посмотрела на него Странный они народ продавщицы Продаст обыкновенный килограмм пшена А с таким видом точно вернула забытый долг Ну бог с ними, с продавщицами 65 рублей у Сергея были Было даже 75 Но Он вышел на улицу Закурил и стал думать Вообще-то Не для деревенской грязи такие сапожки Если уж говорить честно Хотя она их, конечно, беречь будет Раз в месяц и наденет Сходить куда-нибудь Да и не наденет грязь, а посуху А радости сколько Ведь это ж Какая такая дорогая минута Когда он вытащит из чемодана эти сапожки И скажет На, носи Сергей пошел к ларьку Что неподалеку от магазина И стал в очередь за пивом Представил Сергей Как заблестят глаза у жены Приведеть их сапожек Она иногда как маленькая До слез радуется Она вообще-то хорошая С нами жить надо терпение До терпения, думал Сергей Одни проклятые выпивки Чего стоят? А ребятишки? А хозяйство? Нет, они двужильные Что могут выносить столько Тут хоть как-нибудь Да отведешь душу Выпьешь, когда Все легче маленько А ведь они с утра до ночи Как заводные Очередь двигалась медленно Мужики без конца повторяли Сергей думал Босиком она, правда, не ходит Чего зря прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят Ой, красивые, конечно, сапожки Ну, не по карману Привезешь, и она ж первая заругает Скажет, на кой они мне такие дорогие Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял Пальтишечки какие-нибудь Зима подходит Наконец Сергей взял две кружки пива Отошел в сторону И медленно стал пропускать по глоточку И думал Вот так живешь Сорок пять лет уже Все думаешь Ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко А время идет И так и подойдешь к той ямке В которой надо ложиться А всю жизнь чего-то ждал Спрашивается, какого Надо было ждать А не делать Такие радости, какие вот можно делать Ну, вот же Есть деньги Лежат необыкновенные сапожки Возьми, сделай радость человеку Может, у них будет больше такой возможности Дочери еще не невесты Чего-ничего надеть можно, износят А тут Один раз в жизни Сергей пошел в магазин Ну-ка, дай-ка их посмотреть Попросил он Чего? Сапожки Чего их смотреть? Какой размер нужен? Это я на глаз прикину Я не знаю, какой размер Едет покупать А не знает, какой размер Их примерять надо Это не тапочки Я вижу, что не тапочки Пацаны, видно Ну, нечего их смотреть А если я их купить хочу? Как же купить, когда даже размер не знаете? А вам-то что? Я хочу посмотреть Нечего их смотреть Каждый будет смотреть Ну, вот че, милая Обозвелся Сергей Я же не прошу показать мне ваши панталоны Потому что не желаю их видеть А прошу показать сапожки Которые лежат на прилавке А вы не хамите мне здесь Не хамите Нальют глаза-то и начинают Чего начинают? Кто начинает? Вы-то поели меня, что так разговариваете? Продавщица швырнула ему один сапожок Сергей взял его Повертел, поскрипел хромом Пощелкал ногтем Палакова блестевшей подошве Осторожненько запустил руку вовнутрь Нога-то в нем спать будет Подумал радостно Шестьдесят пять ровно? Спросил он Продавщица молча зло смотрела на него Ой, господи, изумился Сергей Прям ненавидит За что? Беру, сказал он поспешно Чтоб продавщица поскори бушат мякла, что ли Не зря же он отвлекает ее Берет же он эти сапожки Вам платить или кассиру? Продавщица, продолжая смотреть на него Сказала негромко в кассу Шестьдесят пять ровно или с копейками? Продавщица все глядела на него В глазах ее, когда Сергей Повнимательнее посмотрел Действительно стояла белая ненависть Сергей струсил Молча поставил сапожок и пошел к кассе Что он, сдурело, что ли, так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно Без копеек Сергей подал чек продавщице В глаза ей не решался посмотреть Глядел выше тощей груди Больная, наверное, пожалел Сергей А продавщица чек не брала Сергей поднял глаза Теперь в глазах продавщицы Была и ненависть, и какое-то еще Странное удовольствие Я прошу сапожки На контроль, негромко сказала она Где это? Тоже негромко спросил Сергей Чувствуя, что и сам начинает ненавидеть Сухопарую продавщицу Продавщица молчала Смотрела Где контроль-то? Сергей улыбнулся прямо в глаза И, а? Да не гляди ты на меня Не гляди, милая Женатый я Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться Но что ж я сделаю? Терпи уж Что сделаешь? Так делаешь контроль-то? Продавщица даже ротик сам собой открылся Такого она не ждала Сергей отправился искать контроль О-о-о-о Поделился он на себя Откуда что взялось? Надо же так уесть бабу А вот не будешь психовать зря А то стоит, вся и зазлилась На контроль ему выдали сапожки И он пошел к своим, на автобазу Чтобы ехать домой Они приезжали на своих машинах Механик и еще два шофера Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все Потянутся к его коробке Что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея Как всегда спорили Видели на улице молодого попа И теперь выясняли, сколько он получает Больше других орал Витька Кибяков Рябой, бледный, с большими печальными глазами Даже когда он надрывался И, между прочим, оскорблял всех Глаза оставались печальными и умными Точно они смотрели на самого Витьку Безнадежно, грустно Ты знаешь, что у него персональная Волга? Кричал Рашпиль Витьку звали Рашпиль У их, когда они еще учатся Стипендия 150 рублей, понял? Стипендия У них есть персональная, верно? Но не у молодых Что ты мне будешь говорить? Персональная у этих Апостолов Ну, не у апостолов, а у этих Как их Понял? У апостолов персональной Волги Вот пень дремучий Сам ты апостол 150 стипендия А сколько ж тогда оклад? А ты что думаешь? Он тебе за так будет гонением подвергаться? На! 500 рублей хотел? Ну, он должен быть верующим Сергей не хотел ввязываться в спор Хотя мог бы поспорить 500 рублей молодому попу это много Но спорить сейчас об этом Нет Сергею охота было показать сапожки Он достал их Стал разглядывать Сейчас все заткнутся с этим попом Замолкнут Не замолкли Посмотрели и все Один только протянул руку Покажи Сергей дал сапожок Шофер незнакомый Поскрепил хромом Пощелкал железным ногтем по подошве И полез грязной лапой В белоснежную нежную Внутрь сапожка Сергей отнял сапожок Куда ты своим поршнем? Шофер засмеялся Кому это? Жене Тут только все замолкли Кому? Спросил Рашпиль К лавке Ну-ка Сапожок пошел по рукам Все тоже мяли голенищи Щелкали по подошве Внутрь лезть не решались Только расшипеливали голенища И заглядывали в белый пушистый мирок Один даже дунул туда зачем-то Сергей испытывал прежде незнакомую гордость Сколько ж такие? Шестьдесят пять Все посмотрели на Сергея с недоумением Сергей слегка растерялся Ты что? А фонарел? Сергей взял сапожок у Рашпиля Во! Воспигнул Рашпиль Серега дал Зачем ей такие? Носить Сергей хотел быть спокойным, уверенным Но внутри у него вздрагивало Привязалась одна тупая мысль Половина мотороллера Половина мотороллера И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей Это не половина мотороллера Все равно прямо думалось Половина мотороллера Она тебе велела такие сапожки купить? Причем тут велела? Купила все Куда она их наденет-то? Весело пытали Сергея Грязь по колено Вон сапожки за шестьдесят пять рублей Так это ж зимние А зимой в них куда? Потом это ж на городскую ножку Клавкина-то не полезет сроду Ой, какой размер-то? Это ж ей на нас только Какой она носит-то? Да пошли вы в конец Обозлился Сергей Чего вы переживаете-то? Засмеялись Да ведь жалко, Сережа Не нашел же ты их шестьдесят пять рублей-то Я заработал, я истратил куда хотел Чего базарить-то зря? Она тебе, наверное, резиновые велела купить Резиновые! Сергей вовсю злился Валяйте лучше про попа Сколько он все же получает Больше тебя Как эти? Сидят курва, чужие деньги считают Сергей встал Больше делать, что ли, нечего? А че ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали И не надо так нервничать Я не нервничаю Да че ты за меня переживаешь-то? Во, переживатель нашелся Хоть бы у него взаймы взял или что? Переживаю, потому что не могу Спокойно на дураков смотреть Мне их жалко Жалко у пчелки в попке Жалко ему Еще немного позубатились И поехали домой Дорогой Сергей догонал механик Они в одной машине ехали Она тебе на что деньги-то давала? Спросил механик Без нехитства? Спросил сочувствие На что-нибудь другое? Сергей уважал механика Поэтому ругаться не стал Ни на что Хватит об этом Приехали в село к вечеру Сергей ни с кем не подосвиданькался Не пошел со всеми вместе Отделился, пошел один Домой Клавдия и девчонки Вечеряли Че это долго-то? Спросила Клавдия Я уж думала С ночевкой там будете Пока получили Да пока На автобазу перевезли Да пока их там Разделили по районам Пап Ничего не купил? Спросила дочь Старшая груша Чего? По дороге домой Сергей решил так Если Клавка начнет Косоротиться Скажет Дорого Лучше бы вместо этих сапожек Пойду и брушу их в колодец Купил Трое повернулись к нему от стола Смотрели Так это купил Было сказано Что стало ясно Не платок за 4 рубля Купил муж Отец Не мясорубку Повернулись к нему Ждали Вон в чемодане Сергей присел на стул Полез за папиросами Он так волновался Что заметил Пальцы трясутся Клавдия извлекла Из чемодана коробку Из коробки Вытянула сапожки При электрическом свете Они были еще красивее Они прямо Смеялись в коробке Дочери повскакивали Из-за стола Заахали Заохали Тошно мне, чинки Батюшки мои Да кому это? Тебе кому? Тошно мне, чинки Клавдия села на кровать Кровать заскрипела Городской сапожок Смело полез на крепкую Крестьянскую ногу И застрял Сергей почувствовал боль Не лезли Голенище не лезло Какой размер-то? Тридцать восьмой Нет, не лезли Сергей встал Хотел натиснуть Нет И размер-то мой Вот где не лезут-то Голяшка Да что ж это за нога, проклятая Погоди Надень-ка тоненький Какой-нибудь чулок Да кого там, видишь? Да Эх Да что ж это за нога, проклятая? Возбуждение угасло Эх Сокрушалась Клавдия Да что ж это за нога? Сколь на ней? Шестьдесят пять Сергей закурил папироску Ему показалось, что Клавдия Не расслышала цену Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то Клавдия смотрела на сапожок Машинально поглаживал ладонь Гладкой голенища В глазах и на ресницах Блестили слезы Нет, она слышала цену Черт бы ее побрал ноженьку, сказала она Разок довелось и то Эх, ма В сердце Сергея опять толкнулась Непрошенная боль Жалость Любовь слегка забытая Он тронул руку жены Поглаживающий сапожок Пожал Клавдия глянула на него Встретились глазами Клавдия смущенно усмехнулась Тряхнула головой Как она делала когда-то Когда была молодой Как-то по-мужичьи озорно Простецки Но с достоинством и гордо Ну, Груша, повезло тебе Она протянул сапожок дочери На-ка, примерь Дочь растерялась Ну, сказал Сергей И тоже тряхнул головой Десять хорошо кончишь, твои Клавдия засмеялась Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался На низенькой табуретку У кухонной двери Курил последнюю папироску Присел и сегодня Курил, думал Еще раз переживал Сегодняшнюю покупку Постигал ее нечаянно И большой, как ему сейчас казалось Смысл На душе было хорошо Жалко, если бы сейчас Что-нибудь спугнуло бы Это хорошее состояние Эту редкую гостью минуту Клавдия стелила в горнице постель Ну, иди Позвала она Он нарочно не откликнулся Что дальше скажет Сергунь Ласково позвала Клава Сергей встал Загасил окурок И пошел в горницу Улыбнулся сам себе Качнул головой Но не подумал так Купил сапожки Она ласково сделалась Нет, не в сапожках дело, конечно Дело в том, что Ничего Хорошо Хороший рассказ Пусть у вас тоже будет все замечательно и хорошо И пусть вас, женщины, так же любят ваши мужья Храни вас Бог Обнимаю душой Субтитры создавал DimaTorzok